Более тысячи ленинск-кузничан владеют компьютерной грамотностью благодаря курсам электронных гражданин. В новой группе более 30 человек. Главная цель занятий все та же – научить как можно больше жителей правильно пользоваться компьютером и электронными ресурсами в едином портале государственных услуг. Научить их пользоваться государственными услугами, допустим, не приходя в МФЦ. Не каждый человек может пойти туда. Бывают Морозово, как недавно были аномальные. Поэтому записаться к врачу, не выходя из дома, оформить какие-то документы. Сейчас даже молодое поколение паспорта то не получишь без оформления на госуслугах. Оплатить штрафы. Много автолюбителей, кстати, приходит. И в основном основан он именно на госуслугах. И даже Пенсионный фонд России, с которым мы сотрудничаем плодотворно, приходит к нам. И на примере Пенсионного фонда мы обучаем пользоваться госуслугами. Также оплатить ЖКХ, соответственно. Что такое панель управления, как поменять английский язык на русский и создать папку. Первый месяц компьютерных уроков распланирован по полочкам. С собой большая общая тетрадь. Новых знаний ожидается много. Первый месяц мы немножко изучаем печатать текст, учимся. Такие вот начальные навыки. Работать с флешкой обязательно, потому что без флешки никуда. И затем уже плавно переходим к интернету. И там уже в электронной почте регистрируемся. И надо учитывать, что мы библиотека. Я показываю, как пользоваться нашим сайтом. Они полностью становятся полноправными читателями библиотеки. И мы даем им всю ту информацию, которая есть. И дни информации для них проводятся. И обзоры. То есть работа ни одного человека курса. Ирина Ивановна Будяковская в компьютере не новичок. Многими программами владеет хорошо. К примеру, общается с родными через скайп. Но всему научиться самой невозможно. Чтобы еще ближе стать к современному времени, Ирина Ивановна записалась на курсы. Я решила прийти сюда, потому что любому человеку, независимо от возраста, надо все вот это знать. Компьютеры, потому что сейчас такое время, что без этого никак не обойтись. И, во-первых, все, вот как сейчас сказал преподаватель, все вопросы, интересующие нас, всех, и молодых, и пожилых, мы все можем найти в компьютере. Тем более для пенсионеров бесплатно. Это иди, иди, зови еще. За семь лет работы компьютерных курсов специалисты городской библиотеки не раз выезжали на дом к тем, кто из-за ограниченных возможностей здоровья не мог посещать занятия в библиотеке. Мы превращаемся в такой, как бы, домашний клуб, где люди получают много удовольствия. Не просто вот обучение, а именно удовольствие от общения. Это очень приятно. То, что нас потом вспоминают, и даже вот приходит повторно много, я смотрю, много лиц, которые уже были здесь. Ну, просто потому, что что-то, какие-то пробелы остались, да. И, соответственно, не отказываемся никогда, индивидуально занимаемся. Никому не отказываем. Единственный момент, есть, конечно, далекий, да, сектор. Тут мы уже будем думать, как помочь этому человеку. Ну, каким способом. Микрорайон, соответственно, я ездила. Это бесплатно все? Это все бесплатно, абсолютно бесплатно. Поэтому все желающие уже на следующий поток, апрель-май, могут приходить и записываться. Новая группа только приступила к занятиям, а специалисты библиотеки уже принимают заявки на апрель. Записаться можно по телефону 731-45. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.